В этом году выставка «Золотая осень» юбилейная. Она проводится уже в десятый раз. Это крупнейшая в России, да и во всей Восточной Европе экспозиция достижений агропромышленности. Около трёх тысяч ведущих предприятий демонстрируют лучшие продукты питания, а также живой скот прямо на выставке. Чтобы вместить всех участников, пришлось построить новый павильон. В нём на двух этажах разместились свиньи, овцы и коровы. Особенно свободно чувствуют себя здесь бойцовые гуси. Эти птицы издавна в особом почёте. Их бои были любимой народной забавой. Ведь дерутся они за невест, с которыми потом живут всю жизнь. «Они могут даже людям дать пример лебединой верности. Да, они очень преданы друг другу. И всю жизнь гуси, гусачок со своими двумя гусиками, может прожить с ними всю жизнь. И очень долго живут гуси эти. И сохранять им верность. Не то, что людям. Людям есть, чему поучиться у них». И какое сельское хозяйство без коровы. В деревне это животное до сих пор одно из главных богатств семьи. Люди говорят, если есть бурёнка в доме, семья будет сыта. Корова всегда помогала человеку выжить в самые голодные и страшные дни. Войну и неурожай. «Человек на деревне, который живёт, он просто не может жить без коровы. Это весь смысл его. Потому что всё-таки мы привыкли жить так, чтобы за кем-то ухаживать, чтобы у нас кто-то был, чтобы был какой-то смысл вставать рано утром и что-то делать». Кроме русских коров на выставку пришли ещё и французские. Вот только их ценят в основном не за молоко, а отменное мясо. Булочки такой формы – верх пекарного мастерства. Их сделали на лучших хлебзаводах страны. Валентина Мартынова работает пекарем уже 35 лет. Говорит, что сегодня хлеб по вкусу уступает сделанному по старинным рецептам. «Хлеб не имеет того традиционного вкуса, того запаха, который вырабатывается по классической технологии. Это длительная технология. Если пшеничный, то опарный способ вырабатывает 12 часов, а журнопшеничные сорта – это примерно 16-18. Эти изделия, когда вырабатываются классическими способами, они имеют совершенно другой вкус, аромат». На выставке можно приобрести и понравившиеся продукты. А особенность нынешней ярмарки – каждый производитель обязан предоставить справку, что продукция не содержит генномодифицированных компонентов. NTD, Москва, Россия.